здравствуйте дорогие друзья с вами снова ваш болгарский дневник сегодня 1 февраля 2023 года в бургасской области температура воздуха плюс 8 градусов я хотела бы предложить вам обсудить несколько важных новостей которые произошли недавно в болгарии а также специалист агентства недвижимости ваша болгария виктория ишимова по многочисленным просьбам подписчиков подробно расскажет как перевести электричество в квартире в болгарии на более выгодный бытовой тариф это информация поможет многим сократить расходы не во всех жилищных комплексах эта процедура возможна однако виктория владеет информацией и вы можете всегда обращаться к ней за бесплатной консультацией онлайн начну с хороших новостей 27 января 2023 года в болгарии банкоматы юникредит булл банк начали прием для обналичивания карты юнион пэй эту информацию опубликовал непосредственно сам банк юникредит булл банк на своем сайте и ссылочку я обязательно оставлю под этим видео подписчики лично уже проверили эту информацию и успешно сняли болгарские левы с банкоматов юникредит булл банк используя банковские карты системы юнион пэй выпущенный в российских банках почта банк и солидарность курс снятия постоянно меняется но по среднему выходит 41 42 рубля за один болгарский лев еще раз повторю эту важную информацию для тех кто возможно недопонял у россиян появилась возможность при помощи банковской карты системы юнион пэй обналичивать российские рубли на болгарские левы непосредственно в болгарии через банкоматы юникредит булл банк следующая хорошая новость авиакомпания победа с 8 марта 2023 года запустит рейсы из волгограда в стамбул рейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и субботам билеты на первый рейс стоят от 11 тысяч 900 рублей в одну сторону сейчас авиакомпания победа летает в стамбул из москвы а также планирует открыть рейсы из казани махачкалы и владикавказа для всех тех кто впервые на нашем канале хочу пояснить значение перелетов в стамбул из россии дело в том что наиболее удобный и недорогой способ добраться из россии в болгарию это перелет в стамбул откуда идут прямые регулярные автобусы в разные города болгарии информацию о наиболее выгодных и удобных способах добраться в тот или иной город болгарии я планирую периодически освещать в своих последующих выпусках поэтому подписывайтесь на наш youtube канал а также на наш телеграм-канал болгарский дневник где в настоящий момент активно общаются и обмениваются ценной актуальной информации около трех с половиной тысяч наших подписчиков там вы сможете выяснить любую необходимую информацию о проезде аренде и покупке недвижимости получение виз различной категории а также вида на жительство люди активно делятся информации о своих любимых городах и селах где они постоянно проживают у нас много всего интересного поэтому присоединяйтесь ссылку на наш канал а также на другие полезные каналы о болгарии я обязательно оставлю под этим видео а теперь я хотела бы обсудить с вами статью которая вышла в болгарском издании труд ссылочку на которую я также оставлю под этим видео позднее я объясню почему именно на этот материал я обратила внимание и так около 12 процентов всех жителей болгарии планируют уехать из страны навсегда искать счастья за границей наибольшая доля готовых эмигрировать среди молодежи об этом свидетельствуют результаты исследования миграция и миграционное поведение население болгарии составляет 6 миллионов 519 тысяч человек показала последняя перепись это означает что более 775 тысяч человек могут эмигрировать и навсегда переехать за границу по сравнению с предыдущей переписью 2011 года доля потенциальных мигрантов увеличилась как среди мужчин с 7 процентов до 13 так и среди женщин 6 процентов до 11 особенно возрастает стремление молодежи уехать из болгарии эмиграция молодежи из страны приводит к снижению рождаемости в будущем это может негативно сказаться на численности и старение населения экономический фактор лидирует среди причин выезда потенциальных мигрантов за границу более половины из них ответили что основная причина отъезда жить и работать в условиях более высокого уровня жизни это означает что жители остались бы если бы доход и уровень жизни в стране были выше самое печальное в этой статистике что эмигрирует в основном люди с высшим образованием и квалифицированные специалисты это печальное исследование которое на мой взгляд открывает достаточно большие перспективы для переселенцев в болгарию из россии и украины у квалифицированных специалистов всегда будет больше возможностей и меньше конкуренции для открытия своего дела или бизнеса в болгарии но сейчас я хотела бы предложить вашему просмотру небольшое видео которое специально для вас записала специалист агентства недвижимости ваша болгария виктория ишимова еще раз хочу сообщить что виктория подробно расскажет как перевести электричество в квартире в болгарии на более выгодный бытовой тариф а также я хотела сообщить что оставлю ссылки на необходимые формы документов под этим видео и в комментариях и так виктория вам слово здравствуйте дорогие подписчики канала болгарский дневник меня зовут виктория ишимова агентства недвижимости ваша болгария сегодня по вашим многочисленным просьбам которые приходят личные сообщения я расскажу как можно перевести ток на бытовой тариф какие документы для этого необходимы и дам доверенность образец доверенности если вы будете заниматься не самолично и так вариантов оформления перевода тарифа на бытовой бытовой тариф потоку 2 вам надо для этого приехать лично или вы можете сделать доверенность на кого-то из друзей или в случае покупки апартамента если вы приобретаете такую доверенность можно оставить на адвоката подать документы для смены тарифа необходимо в евре энергоснабжающую компанию того места где вы находитесь для этого необходимо предоставить следующие документы это копия нотариального акта копия вашего паспорта номер был стат номер и ты н индивидуального тарифного но индивидуальный тарифный номер и обязательно е-мейл на который вам придет сообщение от и в и в и в и вы или ваш представитель будете заполнять анкету как правило ее заполняют сами сотрудники компании при этом вы получаете свой клиентский номер по которому впоследствии будете проводить платежи теперь сам алгоритм по приезду в евре вы подаете документы заполняете анкету и ждете на сайте компании написано что переход длится месяц на самом деле на моем опыте мы переходили два месяца и когда получили письмо от евре на имейл о том что мы переведены на индивидуальный топ бегом побежали на почту потому что если вы хотите сделать онлайн кабинет сразу говорю что для россии эта услуга не работает гражданам россии к сожалению сейчас онлайн ничего платить нельзя те кто живет здесь постоянно могут сделать себе онлайн кабинет для этого необходимо первый счет который получили от ивн необходимо оплатить на почте или в пунктах оплаты которые есть болгарии потому что на бумажном носителе будет номер фактуры который заносится при создании кабинета онлайн кабинета если вы живете постоянно в болгарии то вы можете оплачивать свои считания на почте или в пунктах easypay если же вы приезжаете на летний период или приезжаете на небольшой совершенно период в болгарию подумайте о том кто будет за вас оплачивать счета в случае перевода вашего апартамента на бытовой тариф поток для тех кто не может приехать лично я дам образец доверенности которые мы выложим также в наших телеграм-каналах и под этим видео всего хорошего если будут какие-то вопросы обращайтесь расскажем поможем подскажем